Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о том, как экзогенный тестостерон влияет на психику. Присаживайтесь поудобнее, заваривайте протеинчик, стругайте огурчики, ну а мы начинаем! Продолжение следует... 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 Они действуют как положительные аллоэстерические модуляторы гамм-рецепторов и обладают в частности антидепрессивным, трессосокращающим, участвуют в системе награждения, седации, также участвуют в системе сна у нас, когнитивной памяти и обезболивающих процессов. Также являются противосудорожными, нейропротекторными и нейрогенными эффектами обладают. И тут, в общем-то, дорогие друзья, я подведу итог. Что это все значит? В разумных дозировках, соответственно, может быть даже эндогенного тестостерона, который вырабатывается у вас самостоятельно, или экзогенного, который вы применяете. У вас появляется вот это вещество андростерон. Вы его можете померить в лаборатории. И, соответственно, увеличивая андростерон, вы также увеличиваете и эти эффекты. А не только эффект некой агрессивности, как принято считать по классике, а-ля стероидная ярость и так далее. Потому что мы сегодня с вами говорим про классическую форму тестостерона базовую. В общем-то, задавайте ваши вопросы в комментариях. Также тут указано, кстати, что лечат эпилепсию таким образом. Я думаю, что для всех вас это будет просто пищей к размышлению. Если вам интересно, то второй такой выпуск мы можем поговорить непосредственно про андростерон. Как его контролировать в крови. Как извлечь из него седативный эффект нам необходимый. Ну и в целом, я считаю, он больше такой, ну вот, наотропный эффект несет. Только очень яркий, потому что это гормон, да, и яркий такой эффект. Вот описывается, да, даже улучшение сна. И действительно, даже мои пациенты, у кого дефицит тестостерона, применяя экзогенный тестостерон или, соответственно, восстанавливая выработку своего собственного, замечали, что у них нормализовывается сон. Теперь вы знаете, что все это происходит за счет андростерона, который, казалось бы, такой весь из себя неактивный, как его описывают. И особо к тестостерону, да, там каннаболическим формам не имеет отношения к каннаболизму, но имеет отношение к работе мозга. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я вас всех жду на своих платных онлайн-консультациях. И да пребудет с вами здоровье! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!